В любом случае, я не любитель пугать людей. Кто-то всегда говорит, что все всегда будет плохо. Могу сказать, что у нас достаточно большой запас прочности. И что бы сейчас ни случилось, мы в любом случае выживем. Потому что даже если у нас рубль обвалится до нуля по отношению к доллару, даже если нефть вообще и газ не будут продаваться, но у нас есть земля, у нас есть люди, будем работать на земле. Тем более мы не разучились работать на земле. У нас есть дачники, которых у нас полстраны, которые страну как минимум накормят. Ну не будет у нас там какого-то большого производства. Ничего, будем жить натуральным хозяйством. А потом, если ума прибавится, то и будем развивать нашу страну как положено. Но лучше, в принципе, не ронять нашу великую державу до вот этого дачного существования. Так что ничего плохого, совсем уж плохого не случится. Выживем, будем ходить друг к другу в гости, пить чай, голодать не будем. Как моя бабушка говорила, которая дожила до 98 лет и, по-моему, даже царя видела. Ну, белый хлеб есть с маслом. И это очень хорошо.